добрый день дорогие мои друзья это продолжение моего видео моих находок и наверное сначала покажу текстиль его немного чтобы кому это не нравится чтобы не сильно утомились но хочу сказать что только что вышло видео с сервизом который купил хуберт и я уже три пользователя пользователя заблокировала я очень уравновешенный человек и меня чтобы вывести из себя это я не знаю нужно очень постараться и я даже стараюсь не опускаться вот в эту грязь и никогда не конфликтую для меня я считаю что это просто ну это не для меня и это просто как испачкаться в грязи но если люди понимают свою склонность к зависти пишут мне что я на халяву устроилась я просто хочу пожелать вам ну делайте что-то что-то сами тоже и и под лежачий камень вода не бежит и повезет вам это все труд и даже в поиске я я не да мне повезло но с хобертом я не не стремилась встретить кого-то и не собиралась замуж меня просто познакомили так совпало что мы подошли друг друга то что мое хобби то что у меня поддерживает у людей очень большая зависть но это столько вы нервов тратите а это потом переходит болезни я думаю что вы должны как-то немножко пересмотреть свои позиции ну так нельзя дорогие мои мне не хочется очень вас блокировать но я должна это делать потому что я не могу это читать и это просто грязь это вот небольшое отступление давайте начнем потому что покупки еще есть всем приятного просмотра вот эту скатерть я купила на плашином рынке по моему по моему 5 евро я отдала на полу метр на метр очень красиво ручная вышивка такая маленькая салфетка я по-быстрому чтобы перейти к фарфору это винтажные платочки все упакованные маркированные по моему это швейцария и два вот таких комплекта тоже по три платочка они такие прям все прозрачные очень очень интересные так далее вот такая тоже скатерть где-то 80 на 80 по моему сантиметров уголочки все так выбиты обшиты тоже на мой взгляд очень интересные красивые белоснежные на крахмалины такая вот это не вышивка но тканью вот как-то забивают ткань потом ее драпирует и сверху еще обшивают ниточками тоже очень красивая легкая хлопок так дальше вот очень красивая скатерть это ли он уже не хлопок и расшито все крестиком очень красиво такая ткань добротная в идеальном состоянии также нашла такие старинные кружева пакетики я не знаю давайте откроем посмотрим и воротничок такая вот скоро пасха и здесь уже магазинах появляются очень много здесь так интересно на фламарта они как-то собирают это вот не все продают сразу к празднику например то к рождеству там я не знаю пасхи отдельные прям вот там осенью летом есть праздники они собирают отдельно тематику и продают и все пламар ты просто как будто бы пасхи все подготовлено 1 замечательный также как и магазин такие вот уточки прелесть дальше дальше вот такая вот скатерть с незабудками но она очень старенькая и вот здесь есть вот небольшие два вот вот видно что хозяюшка ее немножко прям вот ниточками под подстегала так скажем посмотрите какие красивые незабудки расшиты вручную по всем уголочкам такой плотный хлопок такие маленькие салфетки так вот таких вот три салфеточки тоже ручная работа три штуки вот это очень красивая мне нравится но к сожалению не успел ее погладить извините и надо крахмалить она будет просто смотреться великолепно это хлопок кружево бесподобно это носовой платочек тоже винтажный такой сильно накрахмаленный вот такая длинная дорожка я по-моему делала видео уже на ней тоже очень красивая и вот такая вот прелесть тоже конечно требует на крах чтобы ее на крахмале и пока нет времени пока лежит как есть вот такие тоже носовые платочки это швейцария производства это винтаж все еще цены написаны даже в дойч марках вот платочек ручной работы и у меня есть купила буквально вот бамберге 10 салфеток тоже расшиты вручную но они у меня есть и на фото таких салфеток 10 штук и вот это вот тоже длинные дорожки я снимала видео на ней тоже посмотрите как красиво расшита вещь замечательно это хлопок миллион а еще я прикупила это швейцария совершенно новый он упакован запаян то есть не с наклейкой то есть я не виду что абсолютно новая вещь хлопок швейцария винтажный пододеяльник еще вот такими треугольниками ромбами когда были сделаны другие раскроет пододеяльник другой раскрою пододеяльника так ну это вот у меня по текстилю если сейчас я быстренько уберу и мы продолжим показывать фарфор я приобрела вот таких вот куколок это куколки коллекционные они вот они даже есть сертификат написано что это германия куклы видите глазки открываются закрываются с механизмом но естественно они все маркированы для любителей кукол то баварские дамочки видать вот эти по землям они были это тюринген земля баерн бавария и вот такой вот мальчик тоже они все промаркированы ручки подвижные ножки подвижные нашла вот такую вот куклу кукла у нас очень старенькая но в прекрасном состоянии глазки работают волосики и она стоит мне такая маркировка еще не разбиралась что это чего это было платьишко на ней но платье не родное поэтому я его сняла дальше тоже довольно таки старенькая кукла она тоже мы с маркировкой сейчас я покажу такая длина где-то наверное 40 40 с лишним сантиметров керамика тельце такое вот твердо набивное и маркировочка стоит вот такой вот знак шестиконечная звезда тоже требует конечно чтобы ее привели в порядок получше видно так а теперь наверно перейдем к фигуркам на куберт приобрел порцелановые фигурки и такая прекрасная балеринка это германия и посмотрите состояние просто вот все пальчики на месте тонкие платье изумительно по своей книге так сейчас мы нашли что это клеймо ставилась 1913 по 1972 год то есть она довольно таки старенькая дальше он купил неопознанные мной еще мануфактуры он сказал что это франция якобы где-то он там нашел но я еще не вот такие две фигурки они не очень старенькие такое клеймо в общем нужно разобраться что это хотя работа неплохая возможно это румыния возможно но надо посмотреть состояние идеальная вот такая парочка тоже с таким же клеймом такая довольно таки тяжелая вот эту фигурку уже купила я на коллекционные никогда не покупал но они мне понравились эти ребятишки у меня есть где лестница там стоит такой старый комод это много таких вот маленьких статуэт и которые я вам не показывала они без маркировки маленькие и детки возможно когда-то я соберусь когда они заполнятся но мне понравилась работа очень далее вот таких два красавца красавца вот такая вот парочка и что хочу сказать они 42 сантиметра длину высоту состояние идеально это германия они довольно таки тяжелые и это семидесятые и восьмидесятые тире годы то есть мы нашли клеймо маркировка номер серийные работа тоже очень хорошая мне кажется что это фаянс не порцелан а фаянс ну таких крупных статуэток я еще не видела и они идут парой сегодня все такой объемный поэтому приходится немножко отставлять не хочется останавливать видео потому что мне надо бывают такие проблемы что телефон накладывает звук на другой кадр я пропустила в предыдущем видео не показала вам вот такую прекрасную чашку смотрите какая прелесть это кайзер очень красивая кубер сегодня работает он у него когда две смены неделю работает рано в пять утра встает уезжает и вторая после обеда до пол 11 и сегодня я сказала что я сняла видео с твоим сервизом он сразу спросил как оценили или нет очень любит когда когда его хвалят наверное он просто раньше недополучал такого внимания и поэтому сейчас ему это очень нравится и он очень увлекся этим хобби можно сказать что она его захватила увлекло и он с удовольствием сидит изучает эту книгу что-то ищет ну ладно болталки вот такая вот прекрасная тарелка прекрасном состоянии это германия йохан хорланд и по моему это 70-е годы по моему я не ошибаюсь и вот сейчас просто не смогу найти не сделал закладочку но тарелка где-то примерно сантиметров 25-28 большая блюдо можно сказать далее далее вот такие коллекционные французские тарелочки художник локс это фаянс не фарфор выполнена работа великолепно я увидела пять штук и сразу купила просто когда увидела что это франция очень красиво сделанных букетики они все разные вот такой рисунок эти большие тарелки тоже где-то по наверно сантиметров 25-28 точно тоже тот же автор вот такой зимний вариант эти тарелочки уже поменьше и они идут как вот как будто как суповые но понятно что это тарелочки коллекционные я бы их не стала применять не предназначенные для пищи и я так думаю по крайней мере и вот такая же вторая тарелочка поменьше такой рисунок далее такая маленькая изящная 20 сантиметров тарелочка такой рельефный тоже рисунок очень красивый букетик это у нас кайзер тоже состояние новые вещи только нужно ее помыть я еще этим не занималась сама делаю видео сама смотрю на часы потому что нужно уже собираться в школу и до вечера мы попадем домой только где-то часов наверное в 78 и вот попались мне три тарелочки я их купила наверное может быть даже не скажу куда и они оказались антикварными смотрите на клеймо и сейчас я покажу вам какого года эти тарелки секундочку хотела быстро нашла вот пожалуйста вот это клеймо 1919 по 1927 год ставилась состояние идеальное теперь я хочу показать вам два сервиса уберем вот эти тарелки чтобы они не мешались в этот сервис ходит чайник на 2 литра такая вот сахарница состояние просто идеальное нету потертости золота это было 6 но хозяин признался что одну чашечку он сам разбил то есть блюдце есть чашечки 1 такая вот красота ну понятно цвет соломого кости когда я увидел что он конечно понятно что это старая вещь смотрите смотрите клеймо сейчас я открою книгу и покажу вам такое клеймо ставился всего один раз один один год это год сейчас скажу вот это год 1939 то есть вот такой вот можно сказать антиквар в прекрасном состоянии хочется чтобы конечно увидели еще и чайник поближе сейчас попробую вот такая вот красота смотрите как сделано ручку чайника просто роскошно крышечка вернее говорю . так и еще один сервис фото я уже конечно выставила instagram это сервис который состоит из чайника молочника сахарницы и 4 чашечки сейчас мы его подробно рассмотрим этот сервис нашел хоберт посмотрите на работу и потом я скажу вам какого он года открою книгу вот вот его клеймо это карл тильшерд конечно есть потертости и есть один небольшой скол но вы извините клеймо из изделия такого года вот стоит птичка вот видите клеймо осталось 1875 года по 1935 альт вассер в данном случае у нас надпись есть я хочу показать чтобы вы его посмотрели поближе посмотрите дизайн ручки покрыта перламутровый такой вот им ну краска эмаль я не знаю как это назвать правильно и очень красивые очень большой стоп слой золото и вот еще вот видите такое прорисовка золотая вот здесь есть небольшая 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 трещинка такая вот сахарницы крышечку сниму чтобы не уронить ну и идентичные чайники посмотреть оказывается этот цветочек я еще думаю что такое здесь непонятно оказывается это еще сделан здесь цветочек то что он держать вещи но сколько это нас получается сто сто двадцать сто почти сто пятьдесят лет да ну просто я не знаю вещь совершенно уникальная 4 чашки сохранилась я естественно и все не буду выставлять четыре чашечки с блюдцами и вот здесь есть небольшой скол небольшой вот такая вот уникальная вещь но это видео получилось конечно большим всем желаю хорошего дня настроение кстати у нас тоже вышло солнышко я очень рада этому всем мира и добра и пока пока